Актюбинский рельсобалочный завод – инновационное предприятие. Основное направление деятельности завода – производство рельс для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей, а также обеспечение отечественных предприятий высококачественной продукции. На предприятии трудится более 750 человек. Директор АРБЗ Андрей Кузьмин подробно изложил информацию об основных результатах работы завода за 2017 год. Из наших больших достижений мы получили сертификаты и сертифицировали свои рельсы категории ДТ-350 по нашему национальному стандарту, получили сертификат на серийное производство, получили сертификат на рельсы для совмещенного скоростного движения на ДТ-350СС согласно требований российского ГОСТа 51685-2013 на установочную серию. Ну и по российскому ГОСТу мы получили сертификат на рельсы категории ДТ-350 тоже на серийное производство. Со слов директора, в прошлом году завод продвинулся вперед. В 2017 году всего было продано продукции на 31 миллион тенге, а в 2018 же в планах продать уже на 90 миллионов. Директор доложил также и о производстве и реализации электроэнергии за прошлый год. В 2017 году, в отличие от 2016 года, вся электроэнергия, которая была выработана Активинским рельсобалочным заводом, часть из которой была использована на собственные нужды прокатного производства, объектов инфраструктуры, вся 100% электроэнергия была востребована и вся 100% электроэнергия была продана. Соответственно, даже от планируемых показателей, то есть мы ушли вперед, по выработке электроэнергии у нас выработка составила за 2017 год 101% к плану, реализация же, то есть я хочу, чтобы вы вслушались это, то есть за счет того, что мы правильно распределили свои мощности по прокатному производству и по другим, правильно спланировали мероприятие по сохранению электроэнергии, то есть реализация у нас выросла от плана и составила 125% от плана. Был затронут вопрос и о повышении заработной платы в прошлом году. Если в 2016 году среднемесячная зарплата составила 217 тысяч тенге, то в 2017 году она составила 219-958 тысяч тенге. Какой будет заработная плата в текущем году, зависит от выполненного плана. В 2018 году АРБЗ ставит перед собой задачу прокатать 300 тысяч тонн продукции. В 2016 году мы суммарно произвели порядка 75 тысяч тонн продукта, 75-76. В 2017 году мы произвели 138,3 тысячи тонн продукта. Соответственно, рост производительности составил 182%. Эта цифра большая и звучит красиво, но реалии показывают, что этого недостаточно, тем не менее. Этого недостаточно. И поэтому на 2018 год, я к этому вернусь чуть позже, то есть мы поставили еще более амбициозные задачи и планируем выпустить около 300 тысяч тонн проката. Мероприятие посетил и заместитель Акима области Кайрат Бекенов. Он также высказался по поводу работы Актюбинского рисобалочного завода и о том, какая государственная поддержка была оказана. Были те моменты, когда те же задолженности по выплате КТЖ перед заводом и другие. И по всем многим вопросам Акима области сам лично держал на контроле многие вопросы. И сам от лица области обращался на ряд предприятий, руководителей. Были вопросы, будем так касательно таможенных пошлин. И там же тоже Акима области в работе с правительством, в работе с министерствами всесторонне старался оказывать поддержку. Для дальнейших согласованных действий и взаимопониманий на региональном уровне сегодня был подписан меморандум между Акиматом области, руководством предприятия и территориальным объединением профсоюза. Ирина Ребикова, Сергей Калашников, программа «Факт». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!